привет друзья вы на канале spider reviews и сегодня будет обзор на давно обещанный сказал даже очень давно обещанный компакт-диск это digibook шведской группы marduk под названием play changel обещала его сделать еще полгода назад когда получил большую посылку от нашего белорусского лейбла fatal ecstasy и собственно потрошение этой посылки и началась вот spider reviews да ну кто следит за каналом тот помнит но не помнит посмотрите play angel это девятый студийный альбом который был записан и сведен студии and darker в сентябре 2004 года и выпущен 22 ноября того же года на лейблах blood down production и regain records на этом альбоме депутировал новый вокалист mortals известный по группам funeral mist и триумфатор он пришел на смену ушедшему вокалисту легион вместе с легионом также ушел из группы bassist bior что-то не там не поделились морганом по моему это какие-то финансовые вопросы на смену bior пришел дева который ранее играл в мардук в период с 92 по девяносто четвертый год и являлся гитаристом в те годы в группе данный альбом был записан составе морган гитары mortus вокал дела bass и эмиль на барабанах дизайн и обложки принадлежит художнику иллюстратору тима китола который также являлся автором обложки мордук panzer division мордук тима китола умер в октябре 2020 года от лейкемии рип музыкальном плане это все тот же мардук все быстро зло экстремально и агрессивно лирика на этом альбоме посвящена таким темам как война смерть хаос допустим композиция трона фредс рассказывает о триумфальном шествии чумы средневековой европе композиции сэвэн энджелс сэван трампс и холи блат холи грау посвящены библейскими апокалиптическим темам есть наявитель блит рассказывает о трагической судьбе жанны дарк такие композиции как стил инферно и воршал посвящены теме второй мировой войны это смерть кровь танковые баталии хроники третил рейха и т.д. и т.п. 22 ноября 2005 года на российском лейбле сиди максимум случилось переиздание этого альбома двух вариантов это стандартный джевел кейс и вот такой вот диджибук бонусом тут добавлено видео на композицию стил инферно вот собственно так вот все это было выглядит я его храню в таком пакетике твердую обложечку все очень так очень я бы сказал клево сделано сейчас покажу его поближе твердая черная матовая бумага пошел сам буклет тексту песен такие готичные соборы классно сделано стилизована музыканты вот музыкантов война кругом и сатана довольно такой классный буклет классной бумаги вот теперь такой небольшой минус для меня лично это вот такой вот конверт для компакт диска сюда он ссовывается он очень такой твердый и при использовании естественно диск будет затираться поэтому я его вкладываю в обыкновенный такой конвертик вот такой вот накладкой и поэтому конечно если кто не слушает и здесь просто в коллекции ради красоты то тогда этот карман вполне подходит ну так как я диски слушаю поэтому не буду рисковать это кстати вот не первый такой диджи-бук именно с таким вот карман и на мой взгляд ставили под обыкновенный трейд и по моему вообще проблема была как это решено вот а так в целом очень классный коллекционный диджи-бук как я уже говорил это издание сиди максимум по лицензии блокдаун продакшен и реган рекордс и покупала его на футал экстази продакшен нашим белорусском лейбе думаю при желании купить его большого труда не состоит вот и подошел концу еще один наш обзор кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал идите за новостями следующий обзор будет на такой израильский black и дес металл проект z-destructive который был издан лейблами плейблами винсов destruction и грим distribution собственно из промо пакета винсов destruction ну и как всегда поддерживаете лейблы поддерживаете группы ходите на концерты покупайте качественную лицензионную фирменную продукцию до новых встреч пока